Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Это программа Концертный зал Мы вас искренне, друзья, приветствуем Телерадиоканал Страна ФМ Роман Шахов тоже здесь Здравствуйте И наш новогодний специальный Замечательный праздничный выпуск программы Мы рады сообщить, что сегодняшний концертный зал Имени группы Балаган Лимитед Здравствуйте Спасибо, здравствуйте Здравствуйте, гости дорогие Какие же красивые, невероятно красивые Я, конечно же, хочу в первую очередь Попросить наших операторов взять Прекрасный наряд девушек Особенно то, что на юбке Продемонстрировано И не сводить камеру Кто нас слушает Можно порекламировать Это новые костюмы Они совсем недавно были сделаны Московским дизайнером Сергеем Исаикиным Мы очень давно с ним сотрудничаем Практически большая часть наших Благодаря мне, кстати говоря Дмитрий Филин, да, благодаря ему Сразу такая история Что когда даже обращались за помощью к другим модельерам Ну, чтобы там создали какой-то другой образ девушкам Я всегда говорил, что мне будет костюм делать только Сережа Исаикин Потому что он идеально угадывал И не важно, что девочки все будут там в зеленом Я хочу все равно быть фиолетовым Нет, ну он делал в стиле Но он делал именно идеальные вещи Что идеальная там ширина брюк Что можно спокойно приседать Конечно, это же важно для артиста Не спадывает Очень оригинально выглядит Дим, а что за стиль вообще Вот у Балаган Лимитед? Как его можно характеризовать? Балагановский Балагановский Ну, фольк-поп Что касательно музыкального направления Действительно есть Балагановский стиль Потому что мы не раз выступали И к нам подходили коллективы и говорили Ой, у вас такие костюмы Вот они у вас уникальные Мы, например, когда хотим что-то шить Открываем ваш сайт Смотрим все ваши костюмы И выбираем элементы Вот даже как, друзья Есть действительно такая вот особенность Ромочка, мы должны с тобой представить Каждого участника группы Балагана Лимитеда Вот мы уже представили Дмитрия Филина Бурной овации Светлана Смирнова Зветочка, добрый вечер Алена Марукина Елена Селихова Здравствуйте Здравствуйте Теперь же В общем, на сегодняшний день Именно такой состав у группы Правильно мы понимаем, да? Три девушки И Дмитрий, так сказать Султан Да, да Ну, да Уже 17 лет Да, да, да Я главный, да Слушайте, а главный вообще Нет никакой демократии Кто у вас худрук? Кто песни пишет? Расскажите вот об этом У нас есть продюсер Так Это Сергей Харин Он Вдруг Дмитрий Филин Вот Светлана, как сказала Дмитрий Соскромничал Я еще, помимо этого Пишу песни Вот Музыку Также у нас Сергей Харин Сочиняет стихи И Светлана У нас пишет тоже Вот, на которые, да Светлана пишет И музыку И стихи Тоже в ее репертуаре В нашем репертуаре Есть песни Написанные И Светланы Вот И также есть песни Музыка, где Светлана написала Вот Солена пишет сама И сама поет И Лена так же Удивительной скромности Участники коллектива Очень талантливые Учитывая, что мы же не только Очень Что не только Сочиненные песни поем Ну и народные тоже А сочиненные Они как раз в народном духе В народном стиле С чего мы начнем наш концерт? С народной песней С нашей любимой Заводной выходной Одной из первых Давайте С удовольствием Посмотрим, послушаем Колечко Песни невозможно петь Сидя, потому что Мы танцевали Счастье, будто бы вода Потечет, не удержать Ну зачем ты, дорогой Пошел другую провожать Ты не думал, что узнаю Но тебе не повезло Дома я не зарыдаю А пойду гулять назло Колечко мое Золото литое Сердечко мое Никем не занятое Колечко мое Он мне мило изменила Думал, буду брошена Я сказала Я сказала, вон дорожка Я сказала, вон дорожка И всего хорошего Не ходи и не ищи И забудь крапидочку Сам себя ты погубила Милая годиночка Милая годиночка Колечко мое Золото литое Сердечко мое Никем не занятое А где мы с Милом целовались Там зеленая трава А где мы с Милом расставались Там посопли дерева Я схожу по вечерам С подружками на речку Если встретимся с тобой Верну тебе колечко Колечко мое Золото литое Сердечко мое Никем не занятое Колечко мое Золото литое Сердечко мое Никем не занятое А сейчас, дорогие слушатели Можете попеть вместе с нами Вы слова запомнили? Конечно! Поэтому поем припев Вместе с группой Балаган Лимитер Раз, два, три, три Готовим Раз, два, три Раз, два, три Колечко мое Золото литое Сердечко мое Никем не занятое Колечко мое Золото литое Сердечко мое Никем не занятое Колечко мое Ну что ты, девка, губы жмешь? Сердечко мое Чем же стал я нехорош? Колечко мое Целоваться к ней не лез Сердечко мое Где имел я имперед? Колечко мое Золото литое Сердечко мое ни кем не занятое Колечко мое золото листое Сердечко мое ни кем не занятое Золотые вы наши, спасибо! Спасибо! Вот это настроение! Группа «Балаган Лимит» от программы «Концертный зал», друзья! Ну, конечно, специальный новогодний выпуск программы! Друзья, дорогие мои, ну, надо сказать, что 30 декабря у каждого желающего нашего зрителя и слушателя есть возможность прийти и развернуть свою душеньку, попеть, поплясать! В московском мюзик-холле ровно в 19 часов Расскажите, что там ждет людей? Приходите, будет очень много веселого, интересного, новинки Дед Мороз, Снегурочка, подарки! Дед Мороз? Нет! Нет, не Дмитрий! Сюрприз! Попоем вместе! Снегурочки тоже не мы! Нам очень нравится, когда весь зал с нами поет принимает участие в нашей такой интерактивной программе, поэтому народные будут песни популярные, новогодние, рождественские! Но это же вообще испытания для зрителей, для ваших! Ну, как они сидят на одном месте? Это же нереально, я не понимаю! Ну, не танцуют нам с таком! А если ты думаешь, что у нас часто на сцену выскакивают, а в проходах, это постоянно, это нужно даже делать! Там вот бывает даже иногда, ну, охрана выходит на сцену, и так со сценой, и так спокойно, спокойно, пусть люди танцуют! Аккуратненько! У нас в коллективе лимитед это только для нас, а для остальных нет, он лимитед! У нас был случай, мужчина вышел на сцену от переизбытка чувств, он уже и танцевал в проходе, он уже и пел в интерактивном номере, участие принимал, и он вышел на сцену и начал отжиматься! А потому что он понял уже, что энергии столько и точно, надо как можно скорее от нее избавляться! Можно физически тоже нагрузки давать у нас на концерте! Дрова не рубили еще! Так, если вы хотите сбросить несколько килограммов, дорогие друзья, приходите на концерт группы Балаган Лимита, 30 декабря он случится в московском мюзик-холе. Билеты можно, наверное, приобрести, но можно и выиграть здесь, в эфире телерадиоканала Страна FM! А вот это подарочки! Да, что делать? Присылайте на наш номер 8909-9281-89-9 с помощью смс-ки на WhatsApp и Viber. Балаган Лимита, только напишите правильно! Первые правильно написавшие название команды получают по два билета! Мы желаем вам удачи! До конца программы подведем итоги! Все! Теперь следующий номер! Да, нам нужно успеть обязательно, и хочется, конечно, максимально послушать вашу программу! Следующая композиция! Что это будет? Медленно зимняя песня! А все-таки зима! Зазовите ее! А на улице зима! Замело-мело дороги Из угробы, как дома! Мерзнут руки, мерзнут ноги! Ох ты, зимушка, зима! Забывает и пугает, Не пускает за порог, Но мороз, мороз колючий Удержать меня не смог! А на улице зима! На полушубки, валенки, Целовалась на морозе, Не ругайся, маменька! А на улице зима, Белая на синем, Целовалась на морозе С мальчиком красивым! Не судите строго, люди! Я сама не поняла, Почему по вьюге лютой К его дому забрела? Почему в его объятьях Так кружилась голова? Не судите меня, люди! Ох ты, зимушка, зима! А на улице зима, Полушубки, валенки, Целовалась на морозе, Не ругайся, маменька! А на улице зима, Белая на синем, Целовалась на морозе, С мальчиком красивым! Скоро кончатся метели, И опять наступит май, Ты открыла в сердце двери, И прошу, не закрывай! А на улице зима, А на улице зима, Полушубки, валенки, Целовалась на морозе, Не ругайся, маменька! А на улице зима, Белая на синем, Целовалась на морозе, С мальчиком красивым! Целовалась на морозе, С мальчиком красивым! Мальчики и девочки, Это волшебно! Балаган лимит, Это в эфире телерадиоканала Страна ФМ! Ну уж после этой песни, Обязательно в Москву Должна действительно прийти Морозная зима, Ну иначе какие поцелуи С красивым мальчиком Не на морозе! Это неинтересно! Относитесь к морозам-то, Расскажите, Потому что не все из вас Приехали из морозных краев, Вот только Лена, Лена очень хорошо Относится к морозам, Лена очень хорошо К морозам относится, Ну наверное и Дмитрий тоже В Екатеринбурге Тоже все зимой Как-то более-менее классически А что-то Дима хотел про меня И про мороз сказать Про уши расскажи свои, Как ты их отмораживаешь? Что там с ушами? А я щеки Ну расскажите, да С ушами все очень плохо Что? Нет, они хорошо Забел как раз после того, Как он отморозил, Наверное их, да? Это на концертах, что ли? Дим, в микрофон Сейчас они при первом Любом ветре, при нуле, Они сразу покрываются Корочкой такой Вот особенно С тех обмороженных Это потому, что вы Шапки не носите на концертах Или что, Дим? Нет, это в детстве Это в детстве Как один раз обморозил уже Если вот они белые стали То все, они потом уже так сразу Чуть-чуть морозят И сразу корочки Это понятно А у Лены история какая была? Со щеками А на Крайнем Севере То я периодически Отмораживала щеки Они становятся белыми Как пятачки такие Знаете, монетки Да, да, да И люди у нас в Норильске Всегда Друг другу подходили И говорили Извините, пожалуйста Что у вас щеки от мороженей То есть не замечаешь Когда ты идешь Что нужно сразу делать? Что вы сразу делаете? У меня ничего не покрывается Слава богу Повезло Говорят растирать Растирала? Растирала сразу, да? Да, растирала Но там есть свои способы Нельзя там ни маслом Так просто рукой, наверное Так специально Не греть, не мазать Не надо Ну вот из детства Воспоминания Да, вот у нас При минус 30 Сразу говорили Что в школу Дети не идут И что делали? Гулять Выходили во двор Кататься на улицу Как раз на улицу Играть в хоккей Вот нам с Леной Это знакомо Очень хорошо И давайте спросим Южанку Так, ну давайте Раз уж всегда Света все-таки Вы знаете Это все очень Относительно Кто был в Волгоградской области Особенно в городе Камышине Он находится В такой розе ветров У нас всегда ветер И у нас Это еще страшнее Да, это ужасно У нас всегда Вот этот ледяной дождь Который здесь Не так давно узнали Это у нас Это норма То есть вот он Откуда пришел-то Да, это у нас норма Вот эти катки Вот И вот эти деревья В ледянках И мы все Вот обычно Мы пока я помню Доходили до школы Мы такие Ледяные статуи Все были Вот это у нас норма Мы в Тульской области Примерно такая же погода Да, Алин? Ну приблизительно Чуть-чуть теплее Приблизительно Да, да, да Чуть-чуть южнее Друзья, у вас же в этом году юбилей Да, правильно? 20 лет Почти Или нет? На следующий год На следующий год Следующий все-таки 18-й год Да, будет коллектива? А как вы встретились вообще? Вот как В 19-м году То есть На последующем Следующем И нам будет 19 лет Ну встретились мы Еще будучи студентами Вы учились в одном вузе, правильно? Ну почти в одном Рассказывайте Ну я учился в Гнесинском институте А девочки учились в институте культуры И встретились мы Объединились в фольклорный Такой фольклорный ансамбль Такая мобильная группа Которая могла бы там на праздниках выступать На любых Будучи студентами еще, да? Еще, да Да, вот будучи студентами Вот Какой-то край Мы создавали Да, да И вот с тех пор мы вместе И там мы создавали всякие разные программы Потом, значит, появилась возможность Мы приобрели инструмент клавишный Ну для тех Для музыкантов в 90-х это актуально Появились клавиши Мы сделали программу с аранжировками Уже вот современными Да, и мы ее понесли на союз Мы же были первыми Вот, наверное, первым коллективом Которые с дискотеку, да, соединили с русскими народными песнями Один из экспериментаторов, наверное, да Да, это был успех феноменальный И вообще новинка была для тех лет После чего и пошла история такая Что фольклорники, все народники, в общем-то, вас не признают Как таковых, как к себе ровных Ну и попса, так называемая, тоже, в общем-то, вас к себе, наверное, не приобщает, не подпускает, да? В общем, поп-фолк, Саш, поп-фолк Это называется, да, это называется У нас есть своя ниша Молодцы И мы счастливы Да, да, и равных вам нет в этой нише, сто процентов Давайте тогда мы с удовольствием еще послушаем что-то из поп-фолка группы Балаган Лимитед У нас шуточная там была песня «Пару тысяч», по-моему Это авторская Это наш ответ к кризису Не хватает нам немного Помогите ради Бога Надо нам чуть-чуть совсем для решения проблем Вроде бы немного надо Но какая-то досада Одолжите по чуть-чуть Кто-нибудь на что-нибудь Одолжите пару Поддержите на зарплаты Хоть вы сами не богаты А потом мы вам поможем Погуляем вместе тоже Помогите нам соседи В растут же вместе наши дети Каждый сбросится немного Никто даже не заметит Одолжите пару Тыщ-тыщ-тыщ Одолжите пару Пару-пару-пару Пару-пару-пару Тыщ-тыщ-тыщ Тут у нас активный танец Постоянно денег надо На духи и на помаду На услуги ЖКХ И на поиски жениха Денег много не бывает И об этом каждый знает На любимую себя Все потрачу на рубля Одолжите пару Тыщ, тыщ, тыщ Одолжите пару Тыщ, тыщ, тыщ Одолжите пару Пару, пару, пару Пару, пару, пару Тыщ, тыщ, тыщ А дал, про, про Пару, пару, пару Тыщ, тыщ, тыщ А дал, про, про Пару, пару, пару Пару-пару-пару-пару, пару-пару-пару, 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 тыщ, 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 тыщ. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Новогоднее настроение продолжает наполнять пространство эфирной студии, телерадиоканала «Страна.ФМ». И все это благодаря хорошему настрою от команды «Балаган Лимитед». Сегодня они у нас в гостях и радуются замечательными песнями, согревающими. И практически за 20 лет существования уже 16 альбомов выпущено. Правильно, кстати, цифры? В год по альбому. В год? Да, да, да. Это действительно так. Слушайте, ну молодцы. В эпоху синглов вы молодцы. Вообще у нас очень много, какую мысль я хотел донести, что у нас еще есть и The Best альбомы, потом есть видео альбомы, еще есть переиздание видео альбомов. Очень много выходило. Дим, если... А потом еще, ну никто не считает, конечно, пиратские диски, сколько их выходило в нулевых. Мы на концертах выменивали эти диски. Нам подходили, распишитесь, пожалуйста, мы смотрим. О, у нас такого диска нет. И мы обидели, давайте мы вам дадим лицензионное, а вы нам вот этот. И мы забирали себе вот эти. Вот, у нас есть еще коллекция пиратских. Ну, кстати, завтра у нас выходит новый диск, новый альбом. Боже, что же вы молчите-то? Почему вы так молчите? И он называется, у нас есть песня такая новая, называется «Счастливая». Так вот, этот альбом называется «Счастливые». Какие вы молодцы, это настоящий новогодний подарок вашим поклонникам. Это замечательно. Там песни больше авторские или народные? Авторские. Авторские все, да, практически? Все. Все авторские, там, да, и там с разными авторами мы сотрудничали, и с разными студиями звукозаписи, ну, специально, чтобы вот альбом был такой вот разнообразный. Он на носителе выйдет, на дисках, в iTunes. В дисках обязательно, чтобы можно было в руках подержать, бумажку перевернуть, расписаться, телефонами обменяться. У нас есть такие фанаты, которые собирают именно с картинками альбом. Ну, слушайте, у вас, наверное, фанаты и на дисках, и на кассетах приносят, да? Винил вы выпускали, не выпускали винил? Да, были, кассеты были, да. Ну, скажите, пожалуйста, если так вот вы смотрите в зал, то приблизительно аудитория ваша, она какого возраста? Разная. Молодёжь есть? Молодёжь есть, да. Мы сами удивляемся, но очень часто приходит молодёжь. И какая песня сейчас наибольшей популярностью пользуется у молодёжи? Мне каждый из... Подарите пару тысяч, мне кажется. С каждого поколения молодёжи, да, как ни странно, вот у каждого поколения молодёжи, у них какие-то свои. Они выбирают себе в плейлисты, но вот у молодёжи есть такое понятие музыка в наушниках. И вот мы вот просто уже много-много поколений молодёжи уже пережили на своём веку. И вот разные песни всё время. У нас, значит, как-то был момент, я обнаружил, значит, у молодёжи, у молодёжи в наушниках обнаружил, что они с удовольствием слушали песню «Ахтопье». Она такая дэнсовая у нас была сделана. Это украинская народная песня, у нас выходил альбом украинский, вот. И они, ну, то есть она была именно вот в плейлисте наряду с... Им, наверное, название понравилось «Ахтопье». Потом ещё у нас были клубные версии народных песен, и вот тоже молодёжь слушала. Это вы сами делаете или есть специальные какие-то приглашённые аранжировщики? Там были привлечены именно популярные диджеи московские, и вот они делали свои версии. Вы контролируете, Дим? Мы отдавали акапелло голоса или, ну, там нам предлагали какую-то аранжировку, мы напевали на неё. Конкурс даже был. Да, был конкурс, и вот самые лучшие песни, они вошли на тот диск, это вот «Танцуют все». А самая первая песня, которую полюбили все, что тебе надо? Ну, конечно. Узнали просто как-то все она так была. Но она в душу запала тогда очень хорошо. Ну, конечно, мы сейчас на концертах всегда говорим, что это гимн нашей группы, такой негласный. А мы сегодня её послушаем. Да, и мы говорим, что это волшебная песня, песня исполнения желаний, потому что слова заклинать «Ты скажи, ты скажи», да, что тебе надо? А я тебе дам, приходите на концерт 30-го числа, и мы дадим вам «Чё ты хочешь». Расскажите, выполняйте желание. Кто написал эту песню просто? Она народная. 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 Она записана, мы можем сказать, с кем? С Урала, кстати, песня. Да, она была записана в экспедиции фольклорной. Лениным преподавателем научилась у Виктора Баки. Ух ты, как интересно. Виктора Баки. Виктор Владимирович Баки, да. Он в одной из фольклорных экспедиций нашёл эту песню. Это в 1971 году было дело. Да, тогда это было очень популярно. Но, в принципе, сейчас эти фольклорные экспедиции ещё есть. Но тогда ещё было, что собирали. Да, сейчас просто уже поколение поменялось. Вряд ли есть те носители, которые были хотя бы в 70-х, 80-х, те бабушки, которые ещё были живы. Вот почему она так нравится. И вот записывали очень много песен. Слава Богу, это всё сохранилось. Существуют определённые фонды, архивы. И вот эта песня оттуда. Это величайшее произведение конца 90-х. Я бы так назвала. Так мы уже не скажем. Величайшее произведение. Мы можем его исполнить прямо сейчас. Это величайшее произведение. Да, его относят к городскому фольклору. Исполним его в оригинале. Хотя у нас несколько есть ремиксов танцевальных и там разных и клубных версий. Мы классику. Давайте классику. И также мы на разных языках его пели. Но сейчас мы споём классически. На еврейском. Давай параллельно. Мы на русском, на еврейском. Так, ты поёшь на ладыщском, на еврейском. Провожал ты меня из синистого сада. Да, вдруг взяла тебя нервеная дрожь. Ты скажи, ты скажи, чё тебе надо? Чё надо? Я тебе дам, я тебе дам. Чё ты хочешь? Ты скажи, ты скажи, чё тебе надо? Чё надо? Я тебе дам, я тебе дам. Чё ты хочешь? Мы гуляли с тобой. Я ревела, ох, ревела. Подарила ты мне медную брошь. Ты скажи, ты скажи, чё тебе надо? Чё надо? Может, дам, может, дам. Чё ты хочешь? Ты скажи, ты скажи, чё тебе надо? Чё надо? Может, дам, может, дам. Чё ты хочешь? Не гляди на меня Ой, не надо, не надо И коленки мои ты не тревожь Ты мне прямо скажи, чё тебе надо Чё надо, может, да, может, да Чё ты хочешь? Проводила ты меня до заветной калитки Не прошла твоя нервенная дрожь Вот тогда я поняла, чё тебе надо Чё надо, но не дам, но не дам Чё ты хочешь? Вот тогда я поняла, чё тебе надо Чё надо, но не дам, но не дам Чё ты хочешь? Вместе Вместе Вот тогда я поняла, чё тебе надо Чё тебе надо, но не дам, но не дам Чё ты хочешь? Браво! Браво! Группа «Балаган Лимитов», друзья, «Чё тебе надо?» Классический вариант в песне. Лена, я бы хотела «Ноеврите» спеть. Спеть? Один куплен. Конечно. Знаете, настроение такое новогоднее, весёлое. Хочется «Ноеврите» петь. Хочется сказать «Ноеврите». Ну, пожалуйста. Чуть-чуть попросим вас. Вот солнечная версия, потому что не понимаешь текста и не знаешь, что там драматическая ситуация, понимаешь, разворачивается. Не, ну драма, это же тоже. Нам вот однажды на гастроли сказали, а вы неправильно песню эту поёте. То есть как? То есть мы ездили, вот да. Кто, где, на Урале? И нам сказали, вы неправильно поёте. То есть у этой песни есть на самом деле продолжение. Так, вторая серия. Приходите 30-го числа к нам на концерт в мюзик-холл. И вы споёте продолжение этой песни. Не, ну мы сегодня можем, конечно, исполнить. Борги, мои случаи, это невероятно. Я даже не знаю, я не знаю, я не знаю. Давайте интрига будем держать, да. Хорошо, конечно, не только русский и еврейский, но и огромное количество языков, на которых поёте. А хотите, чтобы на чём на другом спелить? Нет, вы можете просто рассказать, перечислить хотя бы. У нас была такая идея. Она, вернее, ещё витает в воздухе, но мы так немножко от неё отвлеклись. На многих-многих языках вот спеть именно чуть и надо. На многих языках. Ну, это связано, я так понимаю, с тем, что вы гастролируете по всему миру. И уж объездили, посмотрели много каких стран. Есть сложности только определённые. Какие? Потому что мало ведь просто перевести. Игро слов даже. Надо же, чтобы сохранился вот этот вот... Конечно, конечно. Чтобы вкусно звучало. Но какая-то невероятно особая любовь к группе Благан Лимитед в Японии. С чем это связано? Вы как-то по-особому раскрасили японские слова? Или в чём секрет? Костюмы, музыка, рассказывайте. Нет, они просто после того, как мы выступали, они решили производить роботов танцующих. Да, они очень долго спрашивали, вот правда реально научиться так, чтобы вот танцевать вот в полную силу и при этом петь вживую? Это вот правда реально? Это, наверное, неправда, неправда. Потому что у нас программа так построена, что в действительности у нас мало лирических песен бывает на концерте. Ну там одна-две. А основном это темповые, где мы двигаемся сами. Да вы знаете, в жизни нам хватает на самом деле лирики и на концерты, для того, чтобы повеселиться, отдохнуть. Особенно такие новогодние концерты, да, как 30 декабря у группы Благан Лимитед. Нам говорят режиссёры, что пора переходить к следующей песне. А тем более, что она новогодняя. Да. С Новым годом! Друзья, специально для вас. И, конечно, по поте вместе с нами. Точно. Давайте сделаем так, что Благан Лимитед, он расширится. Сейчас в своём составе нас будет шесть человек. Договорились? Кстати, что эта песня в то время звучала изо всех, наверное, игрушек тоже. Именно наша песня. Продолжая, да. На сколько лет. Этой песне сто лет. Ч onSub è conoscente? ДУNDIY! В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная Зелёная была Зимой и летом стройная Зелёная была В ученье пела петельку С ней ёлочка пай-пай Мороз снежком укутывал Смотри, не замерзай Мороз снежком укутывал Смотри, не замерзай Трусишка-зайка серенький Под ёлочкой скакал Порою волк, сердитый волк Рызкою пробегал Порою волк, сердитый волк Рызкою пробегал Чуть снег по лесу частому Под волосом скрипит Лошадка махнаногая Торопится бежит 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 Здравствуй, Новый год! Что вы слушаете в жизни? Ну, не свои же альбомы группы Благан Лимит слушают? Нет, разную музыку слушаем. Какую? Расскажите. Мы свои тоже слушаем. Есть такие артисты, которые говорят, ну, это у нас работа, а это мы никогда не слушаем. Вот мы свою музыку слушаем. Да, у меня есть вот одна знакомая очень хорошая. Она очень любит группу Благан Лимит искренне. У нее в машине всегда все альбомы. Все 16 альбомов. Да, и когда я езжу в машине, ну, я слушаю все свои альбомы. Она другое не поставит. Она говорит, ничего не знаю, мне нравится. Причем мы не дарили эти альбомы. Она где-то нашла их в интернете, на флочечке сохранила их. Мы такие, о, да, у нас же еще такая песня была. Вот, видите, как полезно. Надо ее реанимировать и в концерт срочно взять, да? А, кстати... У нас же даже песни есть такие, которые они в альбом не входили, а были записаны и как-то в интернете оказались. Ну, там, на съемках мы их исполняли. У нас же бывает, там, на съемках исполняем, а в альбоме они... И вот сейчас в интернете это все можно найти. Нужен какой-то архивариус, Дим, чтобы все собрать на сайте в одном месте. Вот он есть. Команда разберется, кто станет архивариусом. Что касается Нового года. Ну, понятно, что вы гастролируете почти 20 лет. Где, может быть, в самом странном месте вам приходилось работать в Новый год? Расскажите. Ну, уж у вас такая богатая... Бухганная гастрольная жизнь. Нас попросили на 5 минут раньше встретить Новый год. Чтобы... А с чем это связано? С чем была? Нужно было переехать быстро на другую площадку. Сейчас признаемся в обмане. Да, да. И что делать? Как успеть? Только чуть-чуть пораньше переместить Новый год. Там, значит, пустили речь... Вы в институт время не позвонили. В пропагодню пустили речь президента. Да, мы сейчас осознаемся. Простите, да, но вот такое... А это не мы были вообще-то... Ну, это же во благо, а лучше. Нет, на самом деле мы попросили, а можно ли нам пораньше? Сторона, которая пригласила, не согласилась. Тогда ведущий просто сказал, нормально. Кстати, уже Новый год, друзья! Люди вообще так недоумевали, да, они так смотрели, что что-то неправильно идут. Нет, ну они уже выпили шампанского, да, мы были без часов, естественно, на банкете. Один мужчина долго смотрел на часы, не понимал, почему... Батарейка там. Видать, если мы отметили, без десяти или без пяти. Честно, шла по телевизору речь президента. Она шла... Не мог поверить, что это запись. Все сверяли там по своим часам, но кто еще готов был сверять? Ну так все встречали просто, и все. Смартфонов не было еще в таком количестве. Начало еще было нулевых. А где вы не выступали, где вы хотелось бы? Может быть, какая-то есть страна, куда Балаган Лимитет не ездила еще с гастролями? В Антарктиду. Не приглашали пока, да? И остальные участники группы посмотрели на Светлану. На Бальгии мы не выступали. Да, давайте, в Таиланд. Не, мы там были, но мы там не... А, так мы... Подожди, мы там не выступали, разве? Нет. Дорогие, даже весь земной шар, и любые страны, которые смотрят, нас и слушают, приглашайте группу Балаган Лимитет, потому что выучить для них песню «Чего тебе надо» на вашем родном языке никакого совершенно труда не составит. Ну, неделя, наверное, да? С огромным удовольствием. Любой язык, ну, примерно, неделька, да? Я пингвинячий тогда начну учить. Тоже можно, почему нет? Нет, мы, кстати, вот этот вот на Иврите, мы ее прямо в самолете перед съемкой. Там был прямой эфир, вот как у нас, так вот центральный канал, там тоже есть один из центральных каналов, и мы на прямом эфире. Это было очень сложно. Это сейчас мы поем, почему-то, видимо, сразу выучили от страха. Вот, ну, на... Да, тогда она была не впета, и это было настолько ответственно. Шпаргалки были везде, на руках. Представляете, на центральном телевидении Тель-Авива еще, не дай бог, не так что-то спеть, опозориться. Есть еще, по крайней мере, если верить вашему сайту, такая вот у вас страсть общая — это йога. Как так получилось? Расскажите-ка вот об этой стороне Балагана. Что вы, она очень нужна вокалистам всем. Кстати, кто еще не занимается из вокалистов, примите к сведению, не занимайтесь. Это же дыхание, по сути, певческое, которое нам нужно в пении. Вот, оно на йоге очень хорошо отрабатывается. Ну, а нам помогает еще себя в форме держать, в танцевальной форме, в хорошей, да. Потому что мы же много двигаемся, чтобы... И в спокойствии, да, Лена? Да. Скажите, пожалуйста, как участникам группы помогает собственный личный астролог в виде Алены? Оно нам предсказывает будущее. Ну, если какие-то есть сложные моменты, или я говорю, ребята, осторожно, вот будет у нас затмение солнечное, вот будет у нас затмение луны, вот аккуратнее туда. Или если бывают какие-то, скажем, дальние перелеты, они попадают на такие, на критические, скажем, дни в астрологическом календаре, ну, мы просто так, как говорится, собираем всю нашу волю и просим Вселенную нам помочь. Аленочка, а как долго уже увлечение это? Или это уже не увлечение, а полупрофессия? Нет, не профессия, конечно, это увлечение. Ну, это лет с 18, наверное. Так что, значит, всё серьёзно, да? Огромное количество книг прочитано, судя по всему. Молодцы. В двух словах, какой будет следующий год? Год жёлтой земляной собаки, год должен быть очень стабильным, как говорится, собака — это что у нас? Дружба, да, любовь, преданность. Вот всеми этими качествами стоит дорожить и проявлять их в течение года по отношению к своим близким. В работе. Спасибо. И у нас сейчас как раз работа. Песня следующая. Нет, песня для нас — это не работа, это удовольствие. Это удовольствие, да. Мы уже несколько раз так оговаривали, что работа, работа — это не работа. Мы выступаем, да, на концертах. И особенно в новогоднюю ночь. Как раз тот случай, когда... Сейчас придётся поработать. Это новая песня. У нас другая мода и другие песни. В любое время года всё не как у вас. И если попадёте вы на наше место, То всё равно найдёте приятное для глаз. А в нашей провинции Особые принципы. Здесь нет небоскрёбов и нет плащадей. Но в нашей провинции Следят за столицею. И здесь уже больше Хороших людей. Ура! У нас свои заботы и свои проблемы И не найти работу так, что для души Но в каждом нашем доме столько много света И согревают сердце нам наши малыши А в нашей провинции Особые принципы Здесь нет небоскрёбов и нет плащадей. Но в нашей провинции Следят за столицею. И здесь уже больше Хороших людей. Ура! Можно буквы показать Сбиной. У нас сейчас будет детская считалочка. Жги! А в нашей провинции Особые принципы Здесь нет небоскрёбов и нет плащадей. Но в нашей провинции Следят за столицею. И здесь уже больше Хороших людей. А в нашей провинции Особые принципы Здесь нет небоскрёбов и нет плащадей. Но в нашей провинции Следят за столицею. И здесь уже больше Хороших людей. Ура! Развес. Занчик. Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым У нас сегодня в гостях группа Балаган Лимит. Друзья, что здесь происходит? Боже, спасибо вам огромное. Это потрясающее настроение. Праздничные новогодние. Говорим не только мы ведущие. Спасибо, говорят наши зрители и слушатели. Мобильные телефоны, У которых заканчиваются на 31-72 И на 60-12. Потому что именно вы получаете Заветные билеты Вот эти вот самые билеты На концерт, который случится 30 декабря в московском мюзик-холле И услышите там лучшие и новые песни Балаган Лимит. И уж точно это будет незабываемо Яркое впечатление В этом уходящем 2017 году. Ну, а что касается следующего года Там уже как-то с гастрольным графиком У вас определено? Да, мы уже на длинный гастрольный тур Поддержку нового альбома Это будет в феврале месяце. Уже в феврале. И значит, уже в некоторых городах Висят афиши И нужно уже повнимательнее посмотреть Где афиши появились И сбежать за билетами. Что касается клипов Мы как телерадиоканал, конечно, интересуемся Вот провинция, по-моему, есть клип, да? Рассказывайте. Нет, у нас есть так называемый лирик Это не совсем клип Что с клипами тогда? Клипов у нас очень много У нас, наверное... Ну, почти на все песни клипы у нас есть На новые песни когда? В 2018 году что будет сниматься? Затеям еще, затеям Пока еще не собирались Мы пока лирики сняли Вот у нас четыре лирика новых вышло Провинция, мама Ну вот из предыдущего у нас пару тысяч Там клип есть Вот, то, что мы сегодня пели Мы его, кстати, в Таллине снимали Вот, молодцы Молодцы, да Красивый клип, очень классный Там красивый город, да Дим, я хотела спросить у тебя вот что Скажи, пожалуйста Мы все-таки женский коллектив Красавицы, умницы, чудесные Еще знают такие штуки, как астрология И прочие, прочие, прочие Такие секретики Обладают ими Скажи, пожалуйста Тебе бывает вот тяжеловато? Потому что три Женщины Рядом В концерты Всякие ситуации бывают Приходится ли, да Вот тут все-таки женская среда Мне хорошо Я что хочу сказать Мне хорошо Я как Я в малине, как говорится Да Да вы, мужики мои Рома, не завидуй Рома Ну, я так думаю, по крайней мере Да Вот Поэтому Как я скажу, так и будет Да Но Дело в том, что наш коллектив Это вот четверо Мы на сцене Но на самом деле у нас же есть продюсер У нас есть администратор У нас есть директор по пиару Понятно Директор по костюму Да Вот, и там у нас Хватает мужчин Мужчин хватает Мужчин хватает Директор по костюму У нас прекрасная девушка Анна Анечка, кстати, да Сегодня пришла раньше всех Мы видели, как она готовила вам костюм Момнице невероятное А чего должно хватать на ваших новогодних столах? Расскажите нам, пожалуйста Потому что даже вот Степанинка Светлана Которая забирает у вас два билета Это та самая Вот, она, кстати, интересуется Которая слушает все вообще песни Как вам удается быть в такой Какой классной форме пишет Тут, понимаете, и Новый год И форма классная Расскажите, как вы выходите из положения Мы про форму уже сказали Мы занимаемся йогой Йогой, да Мы много работаем на сцене Да, то есть Особенно, мне кажется Не успеешь ничего отложить Вот Дело в том, что мы уже вот С девяносто Какого там? Четвертого, да? Еще до Балагана Мы Новый год всегда встречаем на работе То есть мы выступаем в этот Именно в этот момент Поэтому Такой там будет стол А там уж чем накормят Тем накормят Вот такой и будет стол Нет, правда у нас была как-то традиция Мы вот к Лене заезжали После того, как Дима стал крестным Нас приглашала Лена на Новый год Приглашаю вас перед концертом Вы меня заберете У меня корыстные цели А, так она сначала по Хабаровскому времени встречает Новый год Потом по Норильскому Но потом С нами по Московскому Приглашаем по Уральскому Приглашает на Новый год В пять вечера Потом доходит до Москвы уже По Хабаровскому Приезжайте Хорошо Спасибо Вот и хорошо Еще одной радостной встречи и больше Ну на самом деле, знаете, я сейчас подумала Мы просто мало едим Мы вот приезжаем на гастроли Надо все составлять Встречающие говорят Вы что так мало заказали в ресторане-то? Так еще и не пьете? Приглашайте нас Мы очень мало едим И не пьем Мы мало едим И ничего не пьем Не выпиваем Хорошо Ну если не пьем, то поем Как танцуюты, друзья Мы можем летать даже на одном месте вдвоем Видите, мы какие маленькие А, да, кстати, у нас был Такой прецедент Сейчас быстренько расскажу Мы летели на Сахалину Понимаете, это очень далеко, да И так получилось, что вот Диме выпало место рядом Но с очень крупной А самолет битком Женщины С очень крупной Просто У нас нету окна На полтора места уже занимает И куда деваться? Ну что тебе сказать про Сахалину Восемь часов был худеньким Ничего страшного Зато тепло, наверное, было Да, да, было хорошо Она была очень добрая Хорошая женщина, на самом деле Так что Добрый, хороший наш Подарите нам, пожалуйста, еще один музыкальный подарок Да, это будет новогодняя песня Так и называется Этот Новый год Ура! Эй, вы друзья и подружки Взрослые детвора Где серпантины, хлопушки Где гирлянды и мишура Ёлку наряжать пора Этот Новый год Счастье принесет Этот Новый год Беды заберет Этот Новый год Чудо сотворит Этот Новый год Сказкой загружит Стрелки часок вдруг застыли Полночь вот-вот придет Мы о плохом позабыли снова Праздник веселый ждет Этот сказочный Новый год Этот Новый год Счастье принесет Этот Новый год Беды заберет Этот Новый год Чудо сотворит Этот Новый год Сказкой загружит Этот Новый год Счастье принесет Этот Новый год Беды заберет Этот Новый Год чудо сотворит, Этот Новый Год сказкой загружит. Необычно здесь играется большой дружный храмот! А под ёлкой прячут подарки В разноцветных ярких коробках. С горки мчатся быстрые самки, И снежинки гонит ветер вдаль. Недавно обиды просились, Ты согрей мороз, цветная шаль. Мандарины снег покатились, И ушедшего года не жаль. Этот Новый Год счастье принесёт, Этот Новый Год беды заберёт. Этот Новый Год чудо сотворит, Этот Новый Год сказкой загружит. Этот Новый Год счастье принесёт, Этот Новый Год беды заберёт. Этот Новый Год чудо сотворит, Этот Новый Год сказкой загружит. Это были предсказания от Алены. С Новым Годом, друзья. Группа была «Ган Лимит». У нас есть буквально 30 секунд. Очень хочется, чтобы вы поздравили всю нашу страну с Новым Годом, с Рождеством. Вам слово, друзья. Давайте споем «Сию Вею» как раз и отметим. Друзья, от нас музыкальный подарок. Поздравление. Сию Вею повеваю, я пшеницей посыпаю. С Новым Годом поздравляю. С Новым Годом! Ура! И любею повеваю, овес ячми не рассыпаю. Счастья, радости желаю. Счастья вам! Спасибо. Группа была «Ган Лимит» от «Друзья». Программа «Ган Лимит». С праздником! С Новым Годом!